В прошлом семестре мы говорили о радиальной части мера ХАРа на унитарной группе, что на унитарной группе есть мера ХАРа, и, в общем-то, радиальная часть, когда мы переходили к собственным числам, к n-точечным конфигурациям на единичном круге. И любой матрице унитарной. Сопоставляю ей спектр и ун. Мера ХАРа у нас переводилась в меру с следующей плотностью. Ну, где это просто угловые координаты и если взять любую функцию на единичном круге ну скажем измеримую ей можно сопоставить аддитивные функционалы где x это в общем-то спектр монетарной матрицы и вопрос состоит в том как как ведет себя распределение вот этих аддитивных функционалов если мы устремляем размер унитарной группы к бесконечности и в общем был задан вопрос зачем нужны теплицевые матрицы вот для ответа на него до и для того чтобы ответить на этот вопрос предлагается найти распределение преобразования лапласа этих аддитивных функционалов которые равно вот такому интегралу а 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 и И здесь и далее я буду обозначать вот эту функцию f в степени лямбда f, просто W. Вот первая формула называется... Что это за буквы? W? Да. И связь между теплицовыми матрицами и ожиданием мультипликативных функционалов выражается в формуле... ...сигё хейня. Я сформулирую это в качестве вот такого утверждения. Сразу обозначу. Пусть fn, набор многочленов... ...ортогональных... ...померя... ...w, вот это, делить на 2π на единичном круге. То есть, fn, fn... ...дуб в... ...равно нулю, если n не равно n. Да, и... ...это будут многочлены... ...тут это важно будет иногда... ...старшим... ...коэффициентом единичного. Первое, это то, что для них есть явная формула через теплицевые определители. ...фn... ...фn... ...з... ...это... ...на... ...дн... ...минус 1... ...в. ...в. Я объясню сейчас обозначение... ...на определитель. Такой теплицевой матрицы, у которой элемент и... ...жи, это W с крышкой, и минус житое. Везде, кроме последней строки, в которую мы вставим 1z... ...z в степени m. Да, я отвечал вот на твой вопрос. Зачем нужны теплицевые матрицы? Ну, кратко повторю, что мы изучаем вот такую меру на подмножествах из n точек на единичном круге. И... ...далее, ну, произвольной функцией на единичном круге мы сопоставляем сумму ее значений в этих точках. И у нас есть какая-то вот эта мера на наборах точек, которые индуцируют случайную величину. И вопрос состоит в том, что когда мы устремляем число точек к бесконечности, к чему стремится распределение аддитивных функционалов. И вот сейчас я рассказываю... ...сему по L натуральному, да? Что? По L, который больше K самому, да? Ой, извините, извините, по L, который больше K. К самому, да? Да. Ну, в андермоторе... И K при этом бегают от единичной. Так, сейчас, теперь можно? Коротко, что я пропустил. Значит, у нас есть аддитивный функционал на спектре. И вопрос, что с ним происходит, когда он стремится к бесконечности. Да. Есть вот такая формула для мотожидания экспоненциальных моментов. И... Ну вот... Да, и дальше убеждается, что формула есть. Есть вот такая формула. Нет, это еще не формула Сигеохейна. Но мне просто пригодится это выражение. Ну, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Да. Значит, Фиген, это мы говорим, что она ортогональный по мере... Дубль В. Дубль В. Дубль В, это вот такая формула С. Мы считаем, что порой же F вещественная. Что? F вещественная у вас или какая? Да, пусть она будет вещественной. Сейчас там дубль В, но квадрат я не вижу. Вот ортогональный по какой мере? Просто дубль В. Дубль В, ну, это это... Да, ну вот, это утверждение мы уже видели. Я просто введу вот это обозначение, что... D, N от дубль В. Это определитель матрицы теплицевой с коэффициентами Фурье. Дубль В. Дубль В с крышкой. J. Это коэффициент Фурье. Дубль В. Дубль В. Да, но это мы знаем. Сама формула заключается в том, что вот это ожидание... Дубль В. Я тут его обозначу. Произведение W от Z житых. Дубль В. Это будет теплицевая матрица. Ну, для размера унитарной группы, равному N. Это будет этот самый теплицевый определитель от W с одной стороны. А с другой стороны это произведение от норм ФиЭл в квадрате с... ФиЖи. Да, ФиЖи. ФиЖи. L2 нормы с весом W. Да, вот такое утверждение. То есть, это у нас утверждение про прохождение мультипликативного функционала получается? Да. Ну, давайте докажем его. Первую часть я, наверное, могла опустить, раз мы о ней говорили. Первую часть я просто Алексей просто располагал. Да. Ну, да. А для второй части я хочу напомнить, наверное, любимую формулу Александра Игоревича. Это формула Андреева, что у нас интеграл определителем ФиЖи. Ну, по какому-то вообще абстрактному пространству с какой-то произвольной мерой. будет N факториал такого определителя. Какая разница? А мы интегрируем по X и F? Нет, мы интегрируем по всем вместе. Да. Ну, X и F. Какие функции? Любые функции. Это чисто алгебраическое утверждение тут. Фи. Да? Да. Может кто-то это доказать хочет? Фи. Это значит, называется формул Андреева. А в этой правой части, в левую, да? Нету суммы? Суммы почему? Ну, по индексу. Нет. У вас стоит два определителя, значит, эти индексы, они же как бы внутримагрятся, внутри где-то. Ну, действительно, да? Если по определению расписать обе части, то что в итоге у вас получится? Ага. 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 Пошу прощения, есть вопрос. Вот там, но там, произведение мер на каждой координоте, вот это свое мер, а на каждой координате — это every соориенство. А дальше, после равенства, там единое. Одна и та же. У вас первый интеграл берется, давайте просто раз обозначим, скажем, x. Тогда первый интеграл, который в левой части, это интеграл по x в степени n. Сережа, напишите, там x в степени n. Не-не-не, вот здесь, в этой форме. А, то есть мера одинаковая в каждой части. Все, хорошо. Интеграл будет x в степени n, и там будет x в степени n. Какой-то я просто думаю, не раз. А здесь интеграл по n. Все. Ну, доказательства, в общем, вполне прямолинейные. Вы берете какой-нибудь член из каждого определителя. Соответственно, давайте напишем то, что там будет, содержать одинаковые, так сказать, x и т. У вас будет x, вот, x и т будет какой-то там, psi, сигма от и, и фи, соответственно, там, тал от и. Вот есть у вас такой член, с таким произведением. Соответственно, дальше у вас интеграл разваливается в произведении интегралов, вот таких, как написано. Ну и, в общем, остается чуть внимательнее посмотреть и заметить, что знаки все правильные, и что каждый член войдет ровно на этот триал раз. Этот триал, так сказать, связан с тем, что у вас, как бы, из двух подстановок, там, берете что-то типа, там, какой-нибудь частного. Ну, тут вот эта внутренняя сумма по тау от сигма просто не зависит. Ну, да, значит, если там выбрать в качестве правильной постановки, там, что-нибудь типа сигма минус первый тау, то у вас члены будут совершенно одинаковые, так сказать, на второй перемен. И вот и все. Ну что, оставь в качестве упражнения, уже мы решили только что. Ну, как сказать, теперь каждый может самостоятельно убедиться. Это формула Андреева, это первое наблюдение. Второе наблюдение состоит в том, что наш фундермонт в квадрате, да, я напишу z или минус zk. Это определитель z житого степени n на то же самое, только сопряженная. И я напомню, что если мы прибавляем одну строку к другой, умноженную на какую-то константу, то определитель от этого не будет меняться. — Прошу прощения такие, zl и zk написаны? — Да, зер степень n, t t l. Вот, из той формы. Да, это будет для меня одно и то же по углам. И сумма по всем целым не отрицательна. И элика. Не бойцов не отрицательна. Можно приписать меньше либравно единицы, больше либравно. А, да. Единицы. И, да, в общем можно преобразовать строки этой матрицей, из которой определились вандермунда. Так, чтобы у нас это было равно φg штыкс L на сопряженные. В принципе, может быть, если во втором определителе написать z чертой, вместо z минус l, то станет понятнее. Вот так. Итак, первая разница это просто, что такое определитель вандермунда. Первый театр нам дает произведение z минус z k, второй соответственно, у нас члены по определению как раз такие. Да. То есть, в роли φ могут любые общие вандермында члены, если бы φg начиналось создать в степени жи, плюс какие-то меньшие степени. И, в общем-то, формула Андреева сразу дает то, что вот это выражение равно последнему. Потому что тут как раз два определителя. А вот эта матрица, которая в нашем случае будет равна Н факториал, Н факториал, Н факториал, Фи, Житая, А, З, Фи, И, Т, С, отреживание, З, Дубль, В, З, Д, Т. Здесь на два, С, С, С. Ну, это диагональная матрица, которая на диагонали стоят как раз нормы. Вот эти два нормы, про которые я говорил. Сейчас, я немножко потерялся. Вот самая верхняя строчка. Это мы, вот на правой доске, это мы предпринимаем как данность. Или, или... А, это просто мат ожидания, когда я деграла с плотностью. Да, согласен. Соответственно, левая сторона, это то же самое, что звездочка, да? Вот это Ефтикни Еленберсет, это просто мат ожидания произведения, да? Можно там писать право звездочки. А с правой частью мы как раз делаем вот то, что написано. Самое нижнее правое равенство. А это не прямой аналог формулы, которая один не видит на произведение старше в ортогональной системе, которая с прошлого равенства? Не будет ли такое, что... Сейчас какое равенство? Самое нижнее правое. Что дает раму к этому произведению. Значит, не просто... Может быть, два нормы... Не случилось бы так, что это просто старший, один веревь на старший. Я думаю, что да, потому что... Что для Денера, ну один, если ты. Ну, конечно, просто у вас были бы леномы отнормированные, а у Сережи сегодня пленомы манические, со старшим коэффициентом один. Отличаются они ровно вот на этот умножитель. И поэтому вот, собственно, у вас есть секрет. А равенство... Ну, равенство правое, на самом деле, напрямую следует из левой формулы. Потому что... Ну, вот так как и было сказано. Л2-норма манического многочлена. Это просто скалярное произведение. Затистепление. Фи. В общем-то, воспользовавшись этой формулой, можно получить, что отношение последовательных теплицевых определителей, это ровно Л2-норма. Если, потому что, говоря, я проинтегрирую вот эти члены, у меня получится ровно следующая строка телоплицевой матрицы. Понятно, что-то. Ну, вот, это ответ на вопрос. Проинтегрируем с весом метово-ортогонального многочлена. То есть, проскаляется. Ну, может быть, стоит написать где-то чуть более подробно. Да, давайте напишем. Напишем. Вот. Вот. Это следует из того, что фиан — это ортогональный многочлен. В общем-то, поэтому младшей степени можно избавиться. И когда я его вставлю сюда формулу 1 как раз, у меня получится определить. Вот тут будут, например, именно вжитые все последние строки. Тут будут интегралы Z в степени минус N в дубе твое. Ну, это ровно и есть. Индексы я нигде не перепутал. Там часто можно путаться N в минус 1. Удобнее считать, что мы считаем растоярное произведение φN с ZN, так сказать, пишем, вот если в интеграме будет ZN с чертой, то же самое, что Z минус N. И тогда получаются те формулы, которые имеют виски. Ну, хорошо. Это понятно? Да. Ну, вот это ответ на вопрос про связь. Зачем изучать облицовую матрицу? То есть я тогда не понял ответ. Чтобы изучать предельное распределение аддитивных функционалов. Ну, теперь я не понял. Задержу, чтобы это понятно. Кого? Где функционал? Кого мы изучаем? С. Вот эти Sf. Ну, что у нас по определению Sf? Ну, там была сумма по X-малу из-за большого, но что-то здесь большой и... Там было подписано, это как раз и есть спектр. То есть у меня есть случайные точки на круге, распределенные вот так вот. Я беру сумму f θ жизнь, вот в этих точках. И, ну, вот это равенство, которое написано выше, это просто определение. И вообще сходимость такого распределения, то есть, например, если у меня получится доказать, что e в степени лямбда f стремится к e в степени минус какая-то константа лямбда в квадрате, из этого будет следовать сходимость гауссовому распределению. Это, соответственно, у нас случайные точки и через спектр? Ну, в этих аспектах случайные, мы начнем с того, что спектр у нас, что у нас матрица выбирается согласно Мерихара, но не так, например, так. А из нее, соответственно, если вы так случайно по этому закону разыграете матрицу случайную, то у вас аспектр у нее будет тоже. В чем у нас цель? А? А не такое? А, да, лямбда. Действительно. А какая лямбда вот эта вот формула есть? Вот эта формула? Ну, я дубль бай положил, я в степени лямбда это. Ну... То есть, там какая-то сложная очень зависимость получается? Да не особо. Там же нужно найти эти фотогональные полиноны? Ну, вот я скажу так, я, конечно, воспользовался, я перепрыгнул, он доказал сначала это равенство, потом доказал вот это равенство. На самом деле, не обязательно так делать, это можно напрямую доказать, расписывая, так просто быстрее было. И, действительно, значимости функции w на самом деле для нее не нужно. Для вот такой связи. То есть, ну, можете это попробовать сделать, просто расписав вот это напрямую. Тогда вам портогональные многочлены не нужны будут. А где бы они встречались? Когда мы говорили о портогональных многочленах, мы их строим по мере какой-то действительности. Да, и вот первое доказательство... Ну, я ответил на вопрос? Ну, наверное. Так, сейчас, первое доказательство, это что, вот эта формула своей сходимости? Или мы сейчас более фиказируем, что-то сформулировать, что вы будете заказывать? Я еще, я заканчиваю с этим, что еще ничего не начинал заказывать. Ну, вот, я просто сказал, да, что такая сходимость из нее бы следовала. Сходимость гауссового распределения. Ну, а такое и будет. Какое-то я сейчас утверждение сформулирую. Вот первое теоремо себе заключается в том, что если интеграл логарифма W больше минус бесконечности, тогда d в отношении d d минус первому стремится к этому самому интегралу. Ну, и, соответственно, асимптотика тогда будет Экспонента от m позначим это как логарифм W с шапочкой 0 O Это первое теоремо себе. Вторая часть заключается во втором члене этой асимптотики. Что если мы возьмем функцию W e в степени b и b на самом деле не обязательно действительным. Но мы это докажем. если такая сумма конечная пока целом то теплицевая синтетика теплицевых определителей будет такой и на самом деле все и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вторая терема Сигеона. То есть на самом деле там не у маленькая от m, а у большое от единицы, и даже можно константу из этого у большого вытащить. Вот такая константа плюс у маленькая от единицы. Ну, вообще, вот первое доказательство, которое я буду рассказывать, на самом деле половину этого доказательства, про первую терему Сигеона, я его, как и вы, вижу в первый раз. И оно достаточно, наверное, непростое. Но и все равно мне хотелось рассказать половину. Хорошо. Я прошу заметить, что это чисто аналитическое утверждение. Можно забыть про все, что нам рассказывали до этого, про определители, про, ну, по крайней мере, чисто теоретически, про меру рара и так далее. Омель – это просто разумная функция на конкурсной окружности. Ну, вот условия Сигеона. Да, условия для как? В первом случае такого достаточно. А во втором такого плюс вот это, да? Или... Во втором такого. А из этого следует, что вот интеграционная рифма хорошая? Да. Хорошо. Ну, непрерывен из этого следует. Что функция В логарифма. Вариант хорошо сходится. Да. Ну, прошу. Отвлечу мой вопрос. То есть вот эта асимптотика старшего члена из ревдокональной системы, если бы она не была приведенная, а про другие коэффициенты в системе Финетово, как бы такой асимптотики нет? Там порядок последний. Ну, есть асимптотика для самих ортогональных. Нет, да. Но у нас вот про его старших коэффициентов. Вот сейчас будет доказана асимптотика. А про другие? То есть нет единого асимптотического вида? Ну, есть. Есть асимптотика. Ну, я просто скажу тогда. Есть асимптотика. Из этого следует асимптотика для Финетово. От Z на Z в единичном круге, причем локально равномерная. Ну, и для C без замыкания дали. Такую можно написать истерия Масигева. Ну, для членов я не знаю. Каждого из. Это странно. Так, для старшего коэффициента асимптотика не есть. А на один поменьше по старшинству. Но для этого тоже коэффициента есть. Ну, наверное. Ну, подумай над этим. Дальше, вам на сегодня представить сколько-то доказательств вот этой тягивы. Что значит старший коэффициент? Старший коэффициент. Ну, вы видите, для старшего коэффициента асимптотика не совсем. Ну, в нашей нормировке старший коэффициент один, а в той нормировке, которая была в прошлый раз, многочленной на норму один, и какой у него старший коэффициент? Естественно, в том, в другой переписывается. Нет, я отвечу на твой вопрос. Ей ткой асимптотику можно выписать, но это не очень просто. Ну, наверное, какие трипулярные соотношения должны помочь, как-нибудь, с вещами? Ну, я точно знаю, что можно написать асимптотику вот через эту задачу Риммана и Гельберта, и, соответственно, когда есть асимптотика для многочленов, то можно скалярное произведение взять. вот пару вещей еще хочется вспомнить про рекурсию Сигевки. Как, если мы знаем φn-1, восстановить φn? Вот если взять φn и вычесть из него φn-1 умноженный на z, умноженный на z, то получится многочлен, зависящий снова от n-1. Как это понять? Во-первых, вот это многочлен степени n-1, и он ортогоналил z в квадрате z в квадрате z в минус первой. На самом деле, ну, на причем каждый из них ортогоналил этой системе. И это вот с точностью до константы такой многочлен будет равен φn-1 двойственным называется этот многочлен. Вот, в квадрате z, если это какой-то многочлен степени n, двойственным мы будем называть такой. Понятно, ортогональное дополнение среди многочленов степени n-1, если оно одномерное, вы можете сами проверить, что он действительно им ортогонален с какой-то константой, которую называют константа Верлинского, как его фамилия произносится. И из этого, в частности, следует, если взять, скажем, да и написать, это равенство в таком виде, давайте возьмем от обеих частей норму В2W, и раз это многочлен n-1 степени, то он ортогонален многочленов φn, поэтому это просто 0-1 в квадрате. И сразу можно сказать, что, например, эти коэффициенты Верблинского меньше единицы. И также можно сказать, что норма следующего ортогонального многочлена в квадрате она уменьшается в 1-α-1 в квадрате раз. Ну и... А, сейчас там хитрость в том, что вот этот коэффициент, он полагается с минусом, да? Ну так... Минус написан после равенства. Минус. Так принято просто. Вопрос обозначении. И, в частности, α-1 можно понять это минус, это значение ортогонального многочлена в точке 0. просто поставив 0 в эту форму рекурсию сигера. Сейчас. Я не знаю, что норма до звездок не далась при переходе к норму. Что? Но у нас вот есть некое равенство и дальше это есть равенство квадратов нормы. Да. Поэтому верхняя равенство звездочка была, дальше она исчезла. тут поставим звездочку, но от этого простое соображение нормы не поменяется. Хорошо. Но, тем не менее, остается теперь утверждение, что φn и φn-1 со звездочкой друг к другу ортогональны. Потому что φn-1 со звездочкой это многочлен n-1 степени. Согласен. Да. Тут хитрости еще нет никаких, к счастью. А, естественно, операция звездочек норму сохраняет, поэтому писать или не писать Да. Тут немного казалось бы покрасивее переформулировать этот вопрос асимптотики дельта n дельта n-1 потому что вот это отношение оказывается равным 1- в квадрате от k равен границе 1. И вопрос асимптотики тогда это почему равно такое бесконечное произведение? Сейчас. Почему это равно? Это мы уже видим. Да, потому что у нас отношение теплицев это норма n-1 н-1 ортогонального многочлена а отношение норм ортогональных многочленов это конца описано да, согласен то есть хотелось бы показать вот это равенство теорема сега в этом и заключается есть отношение теплицев это норма фи n а норма фи n согласно этой форме это развинчиво ее получать произведение так можно еще объяснить почему там пропорциональная фирма создают потому что это я предлагаю вручную проверить что скалярные произведения с вот этой системой в вот этого многочленного равно ну а многознание требует чтобы со всеми большими мановчиками нет я просто не увидел тут единицы нет а единицы нет дело вот в чем смотри когда он будет писать тот самый интеграл из скалярного произведения то что там будет там будет написано вот этот самый coin со звездочкой умножить на так сказать z в катой с чертой или же то же самое z в минус 1 z в минус катой этот z в минус катой он частично сократится с z веной да из coin дальше если заменить на z с чертой то у вас как раз получится что вы просто обычно берете скалярное произведение z в какой-то степени и вы можете брать эту степень от значит какой вот от нулевой до n-1 от нулевой до n-2 поскольку мы это вычитали из 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 сейчас что-то действительно немножко еще раз вопрос почему такой ну давайте напишем аккуратно значит у нас мы считаем склон давайте так напишем z в карте фи дальше теперь я вот эту черту промашу сюда и у меня получается фи н от чего но это чисто декоративная вещь можно написать просто z z z z d 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 отлично это значит фи n у нас да это четко у нас ортогонально тем у кого здесь написаны числа значит минус k 1 равняется n 2 это значит что k у нас меняется n сейчас выкину где-то 1 потеряем а у меня же здесь n поэтому здесь будет написано z n 1 поэтому n 1 к это а тем самым к это от единицы вот и все Андрей согласен? да мы это по-моему еще на том занятии пока ну наверх это да так вроде тут ничего не забыли а вообще вот верно то что когда у вас есть какая-то мера вы можете сопоставить последовательность коэффициентом верблинского и например появляется вопрос если есть набор коэффициентов верблинского соответствует ли он какой-то мере и вот с этим вопросом связано то что я сейчас буду рассказывать это и то для чего общий терем у себя сразу можно доказать это называется приближение биржей на себя это вообще существенно то что у нас мера на окружности то есть или или от этого мы вводим только что она вот там по каким-то ортогональной системе раскладывается да то есть это вообще такой общий парк промеров получается сейчас существенно то что она на окружности да да тут это очень существенно потому что мы вот тут вертим с тем что у нас z-1 это z сопряженное то что умножение на z это изометрия это этим отличается ортогональные многочлены на круге от ортогональных многочленов на отрезке и в этом плане это все как-то интуитивнее чем рассматривать все это на отрезке или напрямую вот 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 теорема заключается в следующем вот пусть опять да есть мера и все это уже артенормированные по-другому и мере и мере я сопоставлю последовательность следующих нет они уже будут отнормированы в такой форме в такой форме и теорема заключается в следующем вот по этой мере снова можно составить ортогональные многочлены и снова можно коэффициенты верблинского составить я их буду обозначать как альфа-ж от d и оказывается что они будут совпадать с коэффициентами верблинского для меры w вот это делить на 2π вплоть до n-1 а дальше будут зануляться и более того последовательность этих мер будет сходиться к этой мере слабо то есть если мы возьмем любую непрерывную функцию то это будет сходиться в интегралус w любая с меры до вывода да ну если установить вот такое приближение коэффициентами д д то из этого будет следовать и слабая сходимость потому что вообще слабую сходимость достаточно доказать навсюду плотном множестве непрерывных функциях у нас мы можем взять последовательность без Нет, это тоже. Про это я скажу. Там нет никаких проблем с фием-знаменателем, оказывается. Что? Можно взять последовательность многочленов от Z. Многочленов в ларан вообще не могут зависеть от... от Z-1 тоже, которые стремятся к F. И достаточно, в частности, доказать, что PN от Z подлиннее сходится в интегралу PN. Ну, предупреждение. Как это будет называть PN? Наверное, интекс BK написать решение. Да. Сейчас верхняя сходимость равномерная, да? ПN показывается как равномерно, тогда, если мы имеем нижнюю строчку, то мы... Имеем слабую сходимость. Имеем слабую сходимость, да. Ну, а для того, чтобы установить эту сходимость, скажем, вы можете PK разложить, опять же, в ортогональные многочлены по MN, по ортогональные многочлены по MN, а PK разложить в сумму ортогональных многочленов по WN. И тогда, в общем-то, эти интегралы будут зависеть от коэффициентов в этом разложении. Но, поскольку у нас вообще коэффициенты ортогональных многочленов зависят от коэффициентов Верблинского, полностью определяются ими, коэффициенты Верблинского сходятся, то вот и интегралы сходиться будут. Вы можете сразу сказать, что PK и Варановский, а у нас будет настоящий ортогональный многочлен, то, наверное, это тоже можно обойти. Да. Ну, в частности, ну, представьте это как сумму... Ну да, Z-K, и, наверное, можно сделать замену. Да. Поэтому достаточно доказать это для коэффициентов Верблинского. Вот, я сейчас отвечу, давайте, действительно, на этот вопрос про нулей знаменателя. То есть, достаточно доказать это для коэффициентов? Я не понимаю, что это. Достаточно доказать, имелось в виду сходимость коэффициентов Верблинского. Из сходимости коэффициентов Верблинского нет. Вот для последовательности нюнненты у них свои коэффициенты, да? И у омеги тоже свои коэффициенты. Вот если сходятся коэффициенты, тогда меры нюнненты в указанном смысле сходятся. Да. Сейчас, а это было озвучено только что, почему, да? Да, это было озвучено. Я не особо понял. Ну, еще раз мы приближаем функцию F равномерно многочленную. Ну, пусть будет ПМ от З плюс ПМ от З 21. И тогда из сходимости ПМ от З плюс ПМ от З 21. ПМ от З плюс ПМ от З плюс ПМ от З плюс ПМ от З 1. Так. Крым. Вот из такой исходимости для любых многочленов при n стремительной бесконечности АК фиксированным будет стремиться исходимость в этом смысле. Хорошо. А причем здесь коэффициенты вот эти? Потому что... Мы хотим на многомах рассуждать. Ну, мы можем этот коэффициент вложить в сумму свита фейта. По нашей автограмме системы разложили. И чего? Сейчас. А, пациона приводит только остается. Что? Пациона приводит только остается. Да, да, остается цена приводит. Спасибо. И здесь... Что? Почему? Почему цена приводит? Потому что фи это ортогональная единица. А, то есть хи. По этой мере. А, несчастное, это потоле было бы... Вот тут фи от ка будут зависеть. Ну, то есть c0, он зависит там, от конечного числа коэффициентов верблинского. Мы можем все наши многочлены построить по помощи этих коэффициентов. Хорошо, если есть вот близки, то есть вот последовательность последовательностей вот этих коэффициентов, да, тогда утверждается, что и ортогональная система, построенная для Мюнета, будет по ней приближаться вот к той ортогональной системе, которая построена для Омеля, да. Да, но что-то мне не щелкает, почему из этого должна быть слабая... Нет, еще раз. Первый этап. Вы просто говорите, что вместо того, чтобы доказывать сходимость вот эту вот, вот эту вот, сходимость и нижнюю для всех функций, вам достаточно доказать для всего плотного семейства. Потому что, ну, как сказать, у вас все на свете, у вас вероятностные меры, наверное, да, и с левой, и с правой, поэтому понятно, какие там оценки находятся. Окей. Значит, достаточно для плотного семейства. В качестве плотного семейства берем Лорановский полинок. Давайте начнем с полноценных полиноков, самых аромичных. Вот этот полинок, естественно, для него можно доказывать по отдельности для каждого из маномов. У нас там есть там Z в десятый, Дмюн сходится к отличной. Значит, теперь берем этот Z в десятый и сделаем такую штуку, мы разложим его на партогональных многочленов, с нулевого по десятый. Все, а дальше надо просто понять, что коэффициенты этих многочленов, они там, собственно, выражаются через коэффициенты, на самом деле, узкого. Сейчас, значит, когда мы говорим о сходимости коэффициентов, он должен быть, как бы, каждый вот этот вот альфа-тета и должен сходиться. Каждый там. То есть, именно каждый, да, не как пределы последовательных коэффициентов. Нет, пятый коэффициент десятого многочлена должен сходиться. А как все выражается через интеллигсцены? Там вроде нетриверно было форму. Ну, а какая разница? Как сказать, у вас есть ли курятное соотношение? Вы его там потихоньку... Вы можете переписать эту самую формулу. Во-первых, надо заметить, что звездочка – это просто перестановка и сопряжение коэффициентов. Да, вы коэффициенты записываете задом наперед и стоите над каждым из них черточку. Вот и все. А, соответственно, дальше вы читаете эту самую, как там это называлось, формулу рекурсию сию, так сказать, задом наперед. Вы читаете, что φn равно z φn-1 плюс, там, минус, вернее, этот самый коэффициент Гердонского на φ отбеточки fn-1. Соответственно, ну вот так вы потихоньку и считаете с нулевой, любой, первый, там, десятый. Так, ну что, значит, мы договорились, что нижнее отверждение в теореме на правой доске мы выявили из, так сказать, верхнего. Теперь мы должны доказать это самое верхнее. Да, давайте я еще объясню про нули в номинате. Это очень простое соображение, что фн-1 на хуже стихоем не обращается, да? А нам это важно будет, даже это лишь мера просто. Нам это важно будет. А нам это будет расходимо. Не обязательно, но... Хотя, наверное, да, действительно. Вот это абстрактный факт. Пусть у пн находится в единичном диске. И пусть такая функция, зависящая от z. А пн- это кто? Многочлен. Н-ной степени. Производный такой, что у него нули вокруг, в диске. И... Айфон. Я набрала. Это получается... Да, мы шли были. Да. Да. Тогда отвергнение. Нули от z тоже лежат в единичном круге. Если... Альфа теньше единицы по модулю. То есть, если все нумии пьяного лежат в d, то... Да. Ну, действительно. Как это сказать, в принципе, аргумент лишен потом? Да нет. Ну, если он обращается в ноль, то у нас в какой-то точке z0. Пьем z0 по модулю оказывается равным модулю альфа. Пьем закряженную от z0. Наблюдение состоит в том, что на самом деле модуль обратного многочлена совпадает с модулем обычного многочлена. Везде? Да. Везде? Говорят везде. Стоп. Я сейчас тоже ему поверю. Борис Аймон сказал, что везде. Сейчас. Подождите. Давайте возьмем какое-то многочленное место. 2 плюс z. Прекрасное многочленное. Сопряженное к нему будет, по моим понятиям, 1 плюс 2z. Сейчас еще. Какое многочленное? Ну, z плюс 2. Значит, звездочка, как мы знаем, состоит в том, что мы пишем коэффициенты задом и наперед, и ставим черпочку над ними, но поскольку они у него не вещественные, то и стоит нечего. Хорошо, сейчас. Ну, выходить, конечно, модуль z плюс 2 равен модуль 1 плюс 2z, это сомнительно. На окружности я с этим совершенно согласен. Больше на окружности типа да, внутри не разница, а может так? Сейчас, как это? Ну, на окружности нам достаточно. Хорошо, на окружности нулей нет, но может там хотеть, ну и наружу убежать. Это нам нужно. Сейчас мы этот факт хотим для того, чтобы на границе не было нулей, да? На границе 10. Нет, их вообще не должно быть. Зачем нам, в принципе, что нулей внутри? Ну, вот хотим мы. Зачем-то нам утверждаемся, что все нули этого маяща должны подержать внутри. Если у pn все внутри, то и вот у этого тоже все внутри. Ну, так давайте, действительно, сейчас как это называется, он как раз как сейчас теорема Руша у нас в чем состоит? Что если мы к функции добавляем добавку, и эта добавка на границе по модулю меньше, чем сама функция, да? То рулей у, так сказать, функции и функции плюс добавки внутри одинаково. Правильно я помню? Да, да. Ну, отлично. Теперь у нас вторая часть, второй член это добавка к первому, у него модуль, как мы договорились, меньше. На границе можно переворачивать, а модуль не меняется. На границе, да, можно взлетку стирать, а то ничего не меняется. А дальше вот у этого будет от плюс один, но это по модулю меньше, чем одно. Все. Спасибо. Хорошо, с этим мы разобрались. Ну вот, да, и следствие состоит в том, что если фиан потагональны по мере какой-то, то сенами будут в единичном виске. Как раз из рекурсии Сигел. Последнее утверждение необходимое. Как раз из рекурсии Сигел. Как раз из рекурсии Сигел. Когда берем это перетали по мере платформы. Как раз, законаторы. Как раз. Как раз. Как раз. Как раз. Пусть пьем многочленной степени срока для них в единичной виске. Тогда существует мера μ такая же, что π это многочлен, в общем-то, на ортагональму 1zz-1 по мере dμ. И эта мера не единственная вообще, но если это выполняется... Давайте я его обозначу. Но если это выполняется для μ и μ', то про них можно сказать следующие три вещи. Первое это то, что α-γ отμ отμ до μ, α-γ отμ отμ до μ, для любого ж отμ до μ до μ. Второе, это то, что, ну вот, в частности, из этого будет следовать ортогональные системы многочленов Кижин. Кижин от Z ню штрих, а для любого жин, для ню штриха. Да, нам этого хватит, наверное. Ну и даже даем, да, наверное? Ну, по условиям. Можно шифровать, это всё опять дело на окружности живёт. Да. Можно ещё раз, вот, у нас же изначально была последовательность Е, и мы нашли две меры, относительно которых они что, ортогональные системы? Вот есть какой-то конкретный многочлен, у которого все, там, многочлены десятой степени, у которых все десять нулей живут в D. И нам известно, во-первых, существует такая мера, что это на окружности, что это многочлен на трогональные единицы ZZ9. А во-вторых, если есть две таких меры, то для них первые, сколько там, девять крисцентов как лунского совпадают, и ортогональная система совпадает. Ну, самое удивительное, если первые, да, кроссовы, да? Потому что мы знаем, что, как они отражаются. Держу прощение, вот, ортогональные системы многочленов, там, FI, это не то же FI, которое сверху, это разные FI, да? Ну, учитывая, так сказать, раньше было только FI-N, и этот самый FI-N. Вот так и получается, что у меня есть для FI-N какая-то мера Н. Я могу построить дальше по этой мере M, FI-N, M-2 и так далее. То есть мы разомнили. Я не обозначу, но C-D смогут M. Через его коэффициент, да? Ну, то есть через его коэффициент вы разомните. Эти FI-N, M-1 через коэффициенты. Ну, конечно, в идеале, да, но реально, да? Да нет. Они есть. Я имею в виду, наверное, первое утверждение, скажем, для N-1 коэффициента Верблинского следует из вот этого замечания. FI-N совпадает для двух мер. Значит, FI-N-1 совпадает для двух мер. А из рекурсии C-G, FI-N-1 тоже совпадают для двух мер. И далее повторять до самого первого многочлена. Сейчас, а почему они совпадают? Многочлены? Многочлены. Ну, их можно выразить при помощи рекурсии C-G как раз. Что там есть FI-N, 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 FI-N. Сейчас она получает систему уравнений, да, на коэффициенты. И почему эта система имеет единственное решение? Там же звездочки. Если звездочки не было, то он был удар попроще. А если так, то надо сообразить, как там коэффициенты расставлены. Почему все хорошо? Кстати, сейчас напишу эту самую рекурсию. ФI-N опять. Наверное, действительно, все-таки они пишутся, потому что, значит, у нас старший коэффициент ФI-N-1 находится сразу. Соответственно, этот старший коэффициент соответствует чему? Соответствует свободному члену в ФИ со звездочкой. Поэтому мы его знаем. Но это нам мало что дает. А дальше, скажем, коэффициент что эти системы на пары разбиваются? Я думаю, что если в векторном виде записать можно ввести операцию, которая переворачивает в вектор, и тогда нам просто будет система из двух уровней с коэффициентами 1-α-1 с чертой и наоборот во втором. То есть если мы здесь, давайте просто напишем аккуратно. Да, то есть матрица получается типа Если мы напишем здесь крисцентр в каком-нибудь z в степени k, то что у меня получится? Ну, давайте сказать, ФI-N это мне известно. Это там сумма каких-то, не знаю, m, ak, z в степени k. Вопрос в том, можно ли обратно при курсе идти, да? Да, вопрос именно в этом. Соответственно, у нас что получается? здесь у меня будет y, какой там, k-1, значит, a, k, t равно y, k-1 минус что? то минус альфа, n-1 с чертой, это константа. А здесь надо написать y, y, какой там, m-1 минус k, t. Вот такое у нас получается уравнение. И если я напишу правильный еще z, давайте сообразим, какое, n-k, t, наверное. Это будет a, n-k, t равно y, n-k, n-1, и добавим, опять же, от крестца на y, какое, значит, n-1 минус n-k, t, то есть это у нас что тут такое? Это y, как раз, k-1, согласно? k-1 с чертой. И если я к второму уравнению применю еще черточку, то у меня получится матрица этой системы, 1 минус альфа, n-1 с чертой, соответственно, минус альфа, n-1, 1 с чертой. И это как раз облюбитель этой матрицы, как раз 1 минус альфа, n-1 с чертой, минус альфа, n-1 с чертой. Спасибо. А то, то есть это отвечает на вопрос, на первый и второй пункт, вопрос остается с тем, как построить эту меру. вот утверждение в том, что пример этой меры – это как раз приближение Берштейна Сигелла с какой-то константой. Ну, допустим, это будет 1 делить на фи в квадрате по дельтета. или при момент на единичном круге удобнее, чтобы это переписать. В этом направлении – это было первое – дебница, Yep – это не признавец К Striнас, финий – этоesa. И как избавки к Wouldn. так скажем, если этот девочек Вот это, используя и то, что это до зад, делить на из-за. Это будет из-за степени n-1 до зад. Сейчас, фен маленькая, просто фен большой в данный момент. Пусть это будет фен большой, но я пущу нормировку просто, это будет неважно. Ну, хорошо. dt это dz делить на из-за. Это что значит? Ну как? Если нет, не дифференциал. Там на 2D было. Нет. Ну, если там было где-то делить на 2D, то будет. Давайте я буду с точностью до константы все писать. Это не будет иметь значение, потому что мы на ортогональность будем смотреть. Через ладочек? Ну, я хочу доказать, что вот по этой мере фен будет ортогонален вот этим. единиц... Ну давайте напрямую посчитаем солярное произведение. Интеграл Z в степени Минус K M D-M Это будет Интеграл Z в степени M-1 Минус K А здесь Минус K M-1 По единичной окружности И вот здесь я как раз пользуюсь тем, что Нулей внутри диска нет У фен Сопряженного многочлена У фен нет снаружи диска И у сопряженного средства внутри Понятно? Минус K Которые делить на Минус K Не, вот я написал А И тогда Это будет Потеря микрошины К равно нулю Для К К 0 D-N-1 Это завершаем доказательство И Ну я оставлю вопрос о том О нормировке Просто скажу, что Если Домиану Взять Один Средний Клиент Вот это То она Соблюдена С нами Вероятно С нами Получится Прошу Сережа Вы это решите Либо вы Сейчас Давайте Прервемся на неделю Как это? 9-10 Или как? У вас Давайте так Сколько вы рассказали Из того, что Планировали Я могу Закончить Рассказ На следующем Семинаре Нет, естественно Давайте тогда Обсудим Как бы Тогда надо Прерваться Здесь И там Еще что-то Рассказать Чтобы Хвостов Ну Как бы Ручок не резать Можем Еще Минут 10-15 Посидеть Чтобы уже Там дошли Какой-то Хотя бы Запито Если не Точки Или Как раз Вот это Разумное место Где надо Нет, это Еще не разумное место Мы подготовились Чтобы доказать Что же Подготовили А теперь Надо было Другое решение Рассказывать Ну Пад Уже Влез И давайте Закончим Вот Это заканчивает Доказательство Этого утверждения Откуда следует То Вообще Потому что Вот как раз Приближение Берштейна Сиге Это и есть Пример Этой меры Которая Удовлетворяет Тому Что коэффициенты Совпадают С Мерой W Это Примерно Пас Второй Идея А почему Большие Нули Что еще Раз Я сопоставил Еще раз Я сопоставил Этой мере Фиен Большое Взял Вот Такую Меру И это Оказалось Ортогональным Фиен Самор Это Оказалось Ортогональным По этой Мере И поэтому Все Хорошо Значит Почему Получилась Первая строчка Вопросов Нет Почему Получилась Вторая строчка Я как-то Маловил Ну что Значит Вторая строчка Что все Последующие Ортогональные Многочлены Получаются Умножением На З Если Коффициент Вердиумского Равен Нулю То рекурсия Сиге Об этом Габарит Ну тогда Что это значит Надо проверить Чему Ортогональным З в степени Ку Умножить На Фиен Логично Да Ортогональным З в степени М Вплыв До Ну тут Прибавится Ку Да Все Значит Нижнюю Теорему Вот эту Мы доказали И теперь Что из нее Получается Теорему Сиге Наполовину Получится Ну давайте Хотя бы Это Получим А это Не теорем Сиге Что? Нет Это еще не Теорема Сиге Теорема Сиге Для Приближения Берштейна Сиге Получается Очень просто Конечно То есть Я напоминаю Что нам Надо доказать О чем Теорема Сиге Говорит Что Произведение Один Альфа К В квадрате Это Экспоненты Интеграл Это Интеграла Логарифма W В случае Приближения Перштейна Сиге Тут будет Просто Произведение Конечное Как мне Расписать Эту часть Что У меня W Вот пусть Да W равно Сейчас Это можно доказать Это равенство Или Это я сейчас Доказывать буду Случай Вот это Равенство Утверждение Если Я W Возьму День 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 Нафи В квадрате Вот это Просто Мы хотим Просто для Мюнета Доказать А дальше Сказать Что Все Уже Сошлось Сейчас Я не понял Мы Сначала Какая В Которую Нам Дали Да Теперь Мы Затем В В Тогда Надо Дем Неп Написать Формуль Мы Думаем Что Дем Неп Дем В смысле Что Александр Вернув Скор Почти Набляд Име Где Здесь Неп Сейчас Я Напишу По-другому Идея Понятна Что 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 Заменяется Мюн Заменяется Мюн Давай Это Сделаем Честно И Четко Мы Приближаем Нашу Меру Где Вот Это W Где Это Делить На 2 Ти Так Ну И у У меня Теорема Стигео Формулируется Для мер Я Хочу Докасать Ее Для Дем И утверждение Состоит В том Первая Теорема Стигео То есть Происведение 1 Минус Альфа К Вообще От Мюн Но тут Неважно От К Равно Даля Даля Минус 1 В квадрате Ну пусть Минус Будет Так Это Экспонент Интеграл Логариф Вот Я Отмежу Минус 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 Что произошло На месте Вот этого Фи Наверное Что Подмогариф Но там Раньше Была Уми Да Я Уми Приблизил Если Приблизили Ну да Собственно Здесь Можно В левой Часть Написать Минус И Мюн Потому Что У нас По-хорошему Там Бесконечное Произведение На Теоремах Нам Говорит Что На самом Это Произведение Будет Конечным И В сущности Даже Минус написать мю в левой части. Такое произведение равно вот этому. Хорошо, это Райса нам надо доказать. Да. А из него получить собственно терема Сидио это дело безнадежное? На половину можно. Это значит, что терема Сидио состоит из двух неравенств. Можно показать, что одно меньше либо равно другому. А, интересно. Да, там такое доказательство. Ну ладно, давайте тогда, может, сегодня ограничимся вот этим. Вот этим? Ну, наверное. Посмотрим, пожалуйста, это программа. Нет, действительно, наверное, тут можно остановиться. Ну, если вспомнить, что фен, это фен большой. Сидио провин на единичном круге. И, опять же, на единичном круге можно заменить его на сопряженное. А, окей, это просто... Это вот, мы говорили об этом уже. И это будет как раз фен сопряженное. Сидио делить на произведение к равенному тн минус 1, 1 минус альфа к в квадрате в степени 1, 2. Более того, фен это аналитическая внутрикруга функция, фен сопряженная. И отсюда следует, что логарифм фена со звездой, это гармоническая функция. И внутри круга, потому что у фена еще нет нулей. Мы можем, собственно, снять модуль и сказать, что это функция будет аналитической. Да? Ветом можно вымерять. Может быть, нам так даже умеет. Но это действительно значная функция. Это да. Да. И тогда, если это подставить в интегралу, то что там получится? Там получится как раз... По изделению от 1 минус альфа к квадрате. Ну вот это. Нанесаем только. А то есть у вас логарифм в нуле есть, да? У вас логарифм есть в нуле. А зачем вам логарифм в нуле? Логарифм в нуле не определен. Но... Ну, нам не нужен логарифм в нуле. Она не равна... Модуль не равен нулю внутри круга. Это нулю должно получиться. Сейчас, ну я как-то... Ну, действительно, если можно сказать, что это функция гармоничная, то ее среднее по окружности равно значению в точке 0. Вот ясно. Да. Поэтому это действительно равно... Там, соответственно, просто логарифм... То есть нам доказать, что фен со звездочкой в нуле равно единице. Ну, по-моему. Да? Да. А фен со звездочкой в нуле равно единице, потому что это свободный член этому самому фен со звездочкой. То есть старший коэффициент... Старший коэффициент... Фи-ен. А вот фи-ен старший коэффициент единица. Все. Да. Да. Это доказано. Так. Ну что? В этом месте уместно поставить точку до следующего раза? Уместно, да. Хорошо. Тогда давайте еще обсудим вопрос о том, какое время мы будем собираться. Вы же хотели, по-моему, с следующего раза в 18.30. Или вы помните? Да, я со следующего раза. Хорошо. Тогда со следующего раза мы переходим на 18.30. Я правильно пишу. Значит, внушку и всех руководствонос, чтобы мы в 18.30 собрались. Хорошо. Тогда до встречи через неделю. Можно вот еще эту формулу еще раз спросить, откуда она? Вот эта? Да. Ну, я подставил вместо fn здесь, в модуле. Да. Вот это выражение. Ну, у меня тут получится логарифм, а сумма логарифма от этого выражения. Которая константа. Да. Ну, там, интеграл по этичному кругу делить на 2π, это единица. Это просто вынесется. Там, логарифм, соответственно, от экспонента, это снова выражение. И останется только фен со звездочкой, где как раз мы пользуемся гармоничностью и, соответственно, теоремой о среднем, гармоничных функциях. То есть, сейчас у нас две проблемы. Доказать сходимость первой штуки и вторую отдельно, чтобы теорема сидит лучше. Да, наверное, это и так можно с вами сидит. Хорошо. Тогда мы начнем.